Спасибо большое. Заслуженная победа. Во втором тайме прилично добавили. Поговорили в перерыве, за счет чего нужно прибавить. Я думаю, что ребята сами понимают ситуацию, что после первого тайма был ничейный результат. Важно было наращивать определенное давление на соперника, чтобы создать еще голевые ситуации. И использовать их исполнительское мастерство мы ставим во главу угла при создании голевых ситуаций. Поэтому сегодня во втором тайме уже непосредственно ребята, которые забивали голы, в принципе были хорошие комбинации. Это не были спонтанные какие-то ситуации. Но еще раз говорю, что очень важно было здесь не ослабить игру, а добавить. И в целом у нас это получилось во втором тайме. В первом тайме опять-таки счет 1-1. Но мы забили, наверное, логичный гол. Потому что до того, как мы забили гол, Артем Быков еще имел момент головой, не попал в ворота. Потом Глеб Жардев в перекладину пробил. То есть у нас были еще голевые моменты в первом тайме. И, наверное, гол Артема Быкова, когда мы повели со счетом 1-0, он был логичен. Но случилась недоработка. Хотя скажу, что, как мне показалось, фол на Лакуличе был в центре поля. Там можно было свистнуть. Арбитр принял такое решение. Мы не будем на это уже обращать внимание. Победный результат достигнут. Поэтому все. Судейская бригада отлично сработала. Никаких вопросов. Ну и еще раз говорю. Команде при подготовке к матчу, если так подытожить заслуженную победу, хорошее сопротивление со стороны энергетика, пускай они даже не в простой ситуации турнирной, но они борются до конца. Это заслуживает уважения. Молодые ребята. Никаких вопросов. Достойное сопротивление не бросают играть. И предыдущий матч, который они провели здесь, на этом же стадионе, обыграв Бате, наверное, в какой-то степени нам послужил хорошим таким стимулом для того, чтобы не допустить недооценки, а быть готовым к очень серьезной мужской борьбе и заслужить эту победу. Поэтому она заслужена. Еще раз благодарю свою команду за отношения, за самоотдачу, за исполнительское мастерство. Спасибо. Может быть, вопрос есть? Вадим Викторович, 6 дня вместо Аринио сыграл Алексей Вахович. Почему? Аринио готовился к этому матчу, но 3 дня назад у него случилась проблема со спиной, поэтому чуть-чуть заклинило спину. Мы сейчас ждем его возвращения в тренировочный процесс. Слава Богу, все обошлось, отпустило уже, но, естественно, что 2 дня он подготовки к этому матчу в тренировочном процессе пропустил. Поэтому, чтобы не рисковать его здоровьем, а все-таки поберечь его для оставшихся матчей, потому что, по сути, он, это первый матч, который он пропустил в этом сезоне, а остальные все матчи он играл, по-моему, если мне память не изменяет. Поэтому очень важная боевая единица для нас, поэтому, чтобы не подвергнуть сомнению, скажем так, его здоровье, чтобы он, не дай бог, не выпал надолго, решили один матч все-таки дать ему передохнуть. А Леша Вакулич его достойно заменил, отлично сработал. Уже известно, что он с Иваном бахнет? Ну, они все нормально, сейчас я в душу заглянул, ребята с улыбками, значит, взгляд у него нормальный, фокус нормальный, слава Богу, сотрясения нет, поэтому все обошлось. Но, да, было такое неприятное падение, мне кажется, что не успел сгруппироваться, и вот этот контакт с землей где-то в какой-то степени был неприятен для него, поэтому, слава Богу, все хорошо с ним. Еще, может быть, вопрос есть. Чудо, Иван Белорусский, вы заметили еще ряд ваших игроков в сборную клуба Беларусь в матче против Урала. Как вы относитесь вообще к проведению такого матча, и не хотели бы вы возглавить, скажем, сборную, тем более вы имеете отношение к Уралу? Ну, давайте, в первую очередь, начнем с того, что, ну, во-первых, не я принимаю решения такие, да, есть все-таки люди компетентные, федерации, председатель федерации, заместитель председателя, которые, наверное, были инициаторами организации этого матча, да, это в первую очередь. Во-вторую очередь, значит, скажу так, что футболистов, которых попросили с нашего клуба, мы не всех, но, по крайней мере, двух футболистов отдаем на этот матч, да, для того, чтобы они сыграли в этом матче, вот, ну, и плюс предложили еще кандидатуру Олега Никифоренко, и федерация одобрила его кандидатуру, поэтому три человека от Минского Динамо сыграют за сборную Белорусской высшей лиги против Урала, я думаю, что и игровую практику хорошую получат, и, ну, проверят, скажем так, себя на уровне команды премьер-лиги, российской.